Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Волгоградские депутаты направили обращение в правительство, Совет Федерации и в Госдуму с просьбой ввести мораторий на рост тарифов на электроэнергию, газ, водоснабжение и другие тарифы. По мнению региональных законодателей, основная часть населения не сможет оплачивать коммунальные услуги своевременно. По мнению депутатов, это поможет снять социальную напряженность в обществе. В начале июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий почти вдвое штрафы за неуплату коммунальных услуг. Говорят, у нас самая дешевая коммуналка в мире. Возможно. Только качество услуг даже этого не стоит. А если учесть реальные зарплаты в стране, то вывод очевиден. Чем выше оброк, тем меньше платят. Бензин снова начал расти в цене. Пока повышение коснулось лишь некоторых регионов. Но эксперты считают, что в скором времени ценники изменят все автозаправки. Согласно прогнозам, подорожание топлива до конца года может составить около 2%. Как сообщает Росстат, с 9 по 15 июня литр бензина на российских автозаправках подорожал в среднем на 0,4%, после роста на 0,2% недели ранее. Дизельное топливо повышалось в цене на 0,1%. Рост цен отмечен уже в 49 регионах. Средняя стоимость литра АИ-92 составляет 32,36 рубля, АИ-95 и выше 35,22 рубля. Дизельное топливо стоит 34,42 рубля за литр. В целом же стоимость бензина пока растет медленнее инфляции. Греция просит туристов запастись наличной валютой. Дело в том, что в ближайшее время состоится внеплановый саммит Евросоюза по Греции и на нем, возможно, обсудят вероятный выход Греции из еврозоны, возможность дефолта и выход из зоны евро. Эксперты считают, что угроза дефолта может привести к экстренному обращению в банки за своими накоплениями местных жителей, в результате чего банкоматы быстро опустеют или будут вовсе отключены. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1667 пунктов. Среди лидеров роста – ЭОН Россия, Башнефть, РДР Русала, Сбербанк и Лукоил. Аутсайдеры – Полюс, Золото, Магнит, Распадская и Уралкалий. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили торги понижением. На азиатских площадках динамика торгов положительные. Курс доллара на 22 июня – 53,80 рубля, курс евро – 60,91 рубля. Золото стоит 2072 рубля за грамм. Серебро стоит 27,88 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 63,44 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!